Новый автобус известной корейской фирмы еще не вышел на линию. Водитель только сегодня знакомится с его характеристиками. Осматривает салон, приборную панель. Ближе к концу недели автобус совершит свою первую поездку по дорогам Уссурийска. Скорее всего, делится руководитель предприятия «Дилижанс». Это будет 139 маршрут. Там год чуть постареет, там чуть-чуть по-другому. Но принцип один и тот же. Обновить автобусный парк к 2015 году. Такую задачу поставила администрация Приморского края компаниям-перевозчикам. На дорогах не должна быть техника старше 7 лет. Это делается для безопасности пассажиров и экологической ситуации в крупных городах Приморья. Таких как Владивосток, Находка, Артем и Уссурийск. Без роста цен на пассажирские перевозки не обойтись. Поднятие цен согласовано с департаментом по тарифам Приморского края и с администрацией Приморского края. Так как согласно федеральным законам, это предельный уровень цен. Это не тариф, а предельный уровень цен, который может позволить себе перевозчик. 15 рублей сейчас платят пассажиры Уссурийска. По-прежнему льготный проезд доступен пенсионерам. В тариф также заложили рост цены топлива, горюче-смазочные материалы, запасные части. К примеру, резина полгода назад стоила 6 тысяч рублей. Мы возмущались, говорили, как дорого. Сейчас 12 и покупаем. Пассажиропоток не уменьшился. Люди как пользовались городским транспортом, так и продолжают ездить на нем. Другое дело считает руководитель транспортных компаний. Поднятие цен ударило все же по кошелькам горожан. Можно было ввести беспошлиный ввоз автобусов для тех, кто занимается именно пассажирскими перевозками, не тех, кто перепродает нам технику и так далее. И можно было сделать льготное какое-то топливо. И много моментов, в которых можно было, на мое мнение, можно было много сделать таких вот моментов, чтобы снизить стоимость проезда. В конце прошлого года автоколонна 1273 вывела на линию 4 новых автобуса. Микроавтобусы «Газель» закупила компания «Дилижанс». В этом году на дорогах Уссурийска также должна появиться современная техника. Пока роста цен на билеты не предвидится. До 2015 года стоимость проезда в городском транспорте останется 15 рублей.